Приветствуем, друзья, смотрите холодильные новости за четверг, 20 июля 2023 года, на нашем канале. Система ТПП РФ может стать цифровым интегратором в промышленной и строительной отраслях. Solar Settland выпустил специальную версию с рефрижераторной установкой. Европродукт запускает новый завод Владкарина. Транспортно-логистический терминал появится в Оренбуржии. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Система ТПП РФ может стать цифровым интегратором в промышленной и строительной отраслях. Цифровые технологии все плотнее встраиваются в повседневность промышленной и строительной отрасли. Правительством РФ принимаются шаги по законодательному регулированию данной сферы, а бизнес видит в происходящем возможность оптимизировать процессы. О выгодах и рисках цифровиз. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. SolarSettland выпустил специальную версию с рефрижераторной установкой. Компания SolarSettland представляет специальную версию SolarSettland с изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой. Автомобиль для перевозки замороженной продукции построен на основе цельнометаллического фургона. Маневренный фургон удобно использовать в плотной, городской застр. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Европродукт запускает новый завод Владкарина. Подмосковный производитель продуктов питания и резидент индустриального парка Владкарина, компания ООО «Европродукт» в три раза, увеличит объем выпуска продукции, благодаря запуску новой площадки. Открытие современного предприятия компании Владкарина состоится до конца текущего года. Об этом сообщила заместитель предси. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Транспортно-логистический терминал появится в Оренбуржии. В правительстве региона обсудили перспективы строительства транспортно-логистического терминала в особоэкономической зоне Оренбуржии на площадке в Оренбурге. Компания «Шелковый путь логистика» получила статус резидента особоэкономической зоны в конце 2022 года. Проектируется первая очередь СТРО. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу. Продолжение следует. Продолжение следует...